Привет! Меня очень удивило, насколько смартфоны одной линейки А серии могут быть разными. Потому сейчас мы их сравним и узнаем, кто из них круче. В общем, на нашем рынке есть Samsung A30, 40, 50, 70 и даже 80. Но что-то упустили, а где A60? Правильно, в Китае. Это и есть их первое отличие. Я купил данный смартфон на Алиэкспресс, в отличие от A50, который можно купить в любом магазине с гарантией. Возможно, A60 выйдет и на нашем рынке, возможно, даже будет называться по-другому, например, M40, но это не точно. В общем, первый балл улетает A50 за то, что он есть в любом магазине. Не нужно заказывать, все официально с гарантией. 1.0. Теперь сразу смотрим цены. A50 я купил младшую версию на 4,64 гигабайта за 322 доллара. A60 сейчас на Алиэкспресс продается по цене 248 с лишним долларов за 6,64 гигабайт памяти. При этом продавец кладет от себя всякую дичь, типа переходничок, стекло, чехол там и так далее. Это уже нехилая такая разница в цене в 74 доллара. И теперь 1 балл улетает A60. 1.1. Что ж, обменялись первыми ударами, теперь к делу. Коробки с виду у нас один в один, кроме надписей. A60 выдают надписи на китайском. Именно для азиатов его и делали. Внутри в коробках все очень схоже. В обоих случаях даже гарнитура в комплекте. Но A60 может похвастаться силиконовым чехлом сразу из коробки. В этом вот конверте он. 50-му зажали, зато зарядки у A50 сразу евровилка. 60-му нужен переходничок. Так что баллы тут не выставляю. Хотя замечу, что этим смартом чехол нужен по-любому. И вот почему. В обоих случаях корпуса у нас из пластика. Причем пластик глянцевый. А значит царапин со временем не избежать. На A50 отпечатки не так заметны за счет цвета. Потому я его и выбрал. Хоть протирать меньше. A60 можно синий или бирюзовый взять. Но опять-таки это не важно, если одеть чехол. Сразу видно, что A50 будет побольше. Во-первых, из-за большего экрана. У него 6,4 дюйма против 6,3 у A60. Также нижний подбородок у A50 больше. И сам смартфон немного шире. Выигрывает он только по толщине. У своего собрата IPS-экраны, как известно, немного потолще, чем AMOLED. Так что по габаритам и эргономике удобнее будет A60. Потому ему улетает еще один балл. Экраны. Вот уже конкретные отличия. Совершенно разные технологии. AMOLED против IPS. Сразу замечу, что в A60 баланс белого более правильный. A50 уходит в чуть более теплые оттенки. Максимальная и минимальная яркость плюс-минус одинаково. Под углами IPS чуть уходит в розовый, AMOLED зеленит. Особенно инвертируется на белом фоне, даже если чуть наклонить. В A50 есть разные режимы экрана от более натурального до более насыщенного. На обоих картинка то, что нужно. Но также нужно учитывать шим AMOLED экрана. Вот вам наглядный пример. Особенно на минимальных значениях яркости. Глаза у многих будут уставать гораздо быстрее от A50, кто бы что ни говорил. DC Dimming технология уменьшающая мерцание в A50 пока что тоже нет. За что ему минус. Обрати внимание на вырез под фронталки. Они разные. В A60, во-первых, вырез меньше. Во-вторых, он не так мешает. Например, во время игр его попросту не видно. Судя по вырезу в чехле A60, тут находятся датчики приближения и освещенности. Не динамика, как могло показаться. В A50 датчики возле камеры. В-третьих, может кому-то важно, сейчас Самсунги и флагманы свои делают с такими вырезами. И чего-чего можно понтануть перед товарищами. Ну типа тренды такие, смотри. Хотя я и против дырок, но A60 чуть симпатичнее спереди. И взирая на все это, я бы поставил плюс A60, если бы не одно но. В A50 есть Always On Display, который отображает полезную инфу на экране, когда смартфон выключен. В A60 такого нет. Мало того, у него нет индикатора событий, как это ни странно. Можно было внизу же поставить A, Самсунг. Видимо, люди часто стали брать в руки смартфон, что производители уже и от датчиков отказываются. Потому по экранам не ставлю баллы никому. У каждого свои плюсы и минусы, а вы смотрите, что важнее для вас. Теперь на очереди разблокировка. A60 обладает уже классическим сканером на спинке и работает практически без ошибок. A50 обладает модным подэкранным сканером. Задумка отличная, за этим будущее. Но когда я делал обзор, мне очень не понравился данный сканер. Он тупил и ошибался. И вот недавно прилетела обнова, которая немного улучшила ситуацию. И по крайней мере, теперь им спокойно можно пользоваться. Точность подтянули ощутимо, хотя ошибки случаются, хоть и не так часто. Но как же долго он думает. Вы видите наглядную разницу. Хотя спереди сканер все же удобнее. Потому за современный сканер полбалла даем A50. А за скорость и точность один балл уходит 60-му. Так, ну что у нас там дальше? Конечно же, внутрянка. У A50 прот с производства Samsung Exynos 9610. У A60 Snapdragon 675. Оба процессора нельзя назвать слабаками. Это на сегодня середнячки. В работе интерфейса разницу очень трудно заметить. Оба достаточно быстрые. Но Snapdragon как ни крути, будет покруче. В Antutu разница почти в 26 тысяч баллов. В играх тоже 675 и будет показывать себя лучше. Хотя 9610 тоже хорошо справляется с большинством современных игр. Но там где на A50 могут быть подлагивания, там 675 дракон все перемелет. Плюс у Galaxy A60 больше оперативной памяти. На 2 гигабайта в младшей версии. Целых 6 гигабайт. Потому по логике вещей, приложение он будет держать дольше. И еще один балл за начинку, законно получает A60. Звук. Как вы уже знаете или еще нет, у A60 нет разговорного динамика. Вместо него там датчики. Вот и сделали они музыкальный дисплей. То есть во время разговора сам дисплей и есть динамиком. У A50 есть небольшой вырез сверху под динамик. И звучит он, конечно же, лучше, громче. С A60 я шел по улице и разговаривал возле машин и так далее. И знаете, тоже все нормально слышал. Причем лучшая слышимость не в самом верху, а чуть ниже. Вплоть до средины экрана. И я не могу сказать, что звук меня не устроил. Отдает даже некоторые вибрации в руку. А так, звук в A50, конечно же, немного лучше. Мультимедийный динамик у A50 громче. Но на максимуме может слегка подхрипывать. Хоть и не критично. В A60 тише и без хрипов. Наушники. Как вы заметили, под 3,5 миниджек нет отверстия в A60. В A50 есть. И это огромный плюс последнего. И тут такая ситуация, что в комплекте с A60 идет гарнитура со штекером USB-C. Для других наушников необходимо докупать переходник. Причем не все подойдут. А к Samsung A50 эти наушники, кстати, тоже подходят. И скажу, что звучат смартфоны очень даже ничего. Звук практически одинаковый, но A50 совсем чуть-чуть громче. А через 3,5 джек, так вообще запас по громкости отличный даже для больших наушников. Я понимаю, что сверху по динамик место может быть маловато. Но по 3,5 вход-то почему снизу не нашли места, как в A50? Это фиаско, братан! В общем, A50 по звуку лучше во всех аспектах. Потому даже не один балл, а два балла он точно заслужил. Вот такая у нас интрига. Окей, друзья. Камеры. Характеристики на ваших экранах. И сейчас вы наглядно увидите, что до фени все эти мегапиксели. Внимание на экран я пристально сравнивал, делюсь. Приложение камер на автомате. 25 мегапикселей у A50 и 16 у A60. Возможно, даже немного лучше на этом фото местами качество A60. A50 просто перенасытил снимок цветом. Вот это у нас уже макроцветков. Точно так же A50 перенасытил цветами фото. Даже неестественно. А так, качество один в один. Дальше дорога. Есть небольшая разница, если выискивать. По балансу белого, например, может в тенях. А так, очень-очень схоже. Смотрим на парня с собачкой в кропе. И опять у A50 фото теплее. Все остальное так же. Глянем на здание. Тут то ли рука дрогнула, чуть вроде лучше у A60. Это то же самое, только на ширик. Кстати, при фотографировании видно сразу лучше на экране A50. Но потом HDR вытягивает все. И фото практически одинаковы. В темном углу у A50 светлее, но и пластилина больше. Портретный режим тоже одинаков. Только тут алгоритм на A50 не сработал. Иногда бывает. А так, один в один. Фронталка у A50 заявлена на 25 мегапикселей. У A60 аж на 32. Что же, где-то даже больше деталей вижу на A50. Только она сделала меня слегка темнокожим. Но на A50 все же немножко четче. Опять-таки, чем больше заявлено мегапикселей, тем меньше толку от этого. Смартфоны Galaxy A50 и A60. Full HD 30 кадров. Электронная стабилизация. 4К умеет писать A60. A50 нет. Так. Фокусируется. В принципе, примерно одинаково. A60 был ужасный автофокус, как только я его получил. Прилетела обнова и вроде бы немножко исправили уже. Хотя. Ну а теперь та же локация, только на ширике. Такой себе эффект рыбьего глаза. Небольшой. Я вижу, что на экране у Galaxy A50 у нас вроде бы цвета как-то не такие насыщенные. На ширик. У A60 вроде бы больше насыщенно. Ну, посмотрим. Сложные условия съемки. Солнце светит. Ну и вот такое вот у нас качество на ширике. Та же самая локация. В целом, по камерам паритет, друзья. Они тут у обоих средней паршивости. И честно говоря, есть смартфоны с камерами и получше за эту цену. Батареи. Тут, друзья, я не буду тестировать их в сравнении. Я пользовался и тем, и тем. Поделюсь впечатлениями. 4000 мА у A50 и 3500 у A60. Это очень странно, но они просто одинаково при моем среднем сценарии использования держали батарею. Видео, например, A50 будет крутить дольше. За счет того, что AMOLED более экономный. В других сценах, может, даже GSM-связь расходует меньше энергии в A60. Ведь как объяснить, что их хватает строго на день. Со временем экрана в среднем 6-6,5 часов. Может, где-то чуть-чуть A60 будет немножко уступать. Хотя, по логике вещей, A50 должен держать ощутимо дольше. Зарядники у них одинаковые. Заряжаются они полностью примерно за 2 часа оба. Хотя в A50 чуть больше батареи. Ну и по связи. Напичканы они, в принципе, одинаково. Bluetooth 5.0, NFC работающий у обоих. Я проверял двух диапазонный Wi-Fi и так далее. И в принципе, все по красоте. Связь держат у меня уверенно. Хоть на A50 люди жаловались на качество приема сигнала. Я не замечал этого, когда делал обзор. Я тестировал. Смотрите, кому интересно, подсказка сверху. Но вспоминаем, что A60 для китайского рынка. И в нашем случае нет LTE Band 20. Да, у большинства будет работать 4G на A60. Тем не менее, A50 больше заточен под наши бенды. Ведь так получается. А еще смотрим на лотки. У A50 на 2 сим-карты и карту памяти. А A60 получил гибридный слот на 2 сим, но без карты. Или 1 сим из карты памяти. Хоть мало кто уже использует карты, но тем не менее. Накинем-ка A50 еще 1 балл за все это. Это объективно, без всякой предвзятости. Я мог бы накидывать больше баллов за микроскопические преимущества. Только лучше по существу. Но, друзья, каждому по потребностям. Я, например, взял бы себе A60, если выбирать между ними. Только из-за того, что предпочитаю IPS-матрицы. Он чуть удобнее за счет габаритов, имеет чуть мощнее процессор. И я умею заказывать из Китая. Также он дешевле, в конце концов. А ознакомиться с ценами и где я покупал, вы можете по ссылкам из описания. Так что мое дело показать, а ваше дело поставить лайк в знак благодарности. И написать, что бы выбрали бы вы и почему. Поскольку это может быть полезно другим людям, которые посмотрят данное видео. Подписывайтесь, еще много интересных гаджетов впереди. Скоро опять встретимся, прощаемся ненадолго. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok